Библиотека Архангельский литературный музей предлагает вашему вниманию видеопрезентацию «Нет, я любовь с собой не унесу», приуроченную ко дню рождения поэта и писателя Николая Журавлёва. Без личности Николая Андреевича Журавлёва невозможно представить и полно описать литературную жизнь Архангельского Севера 60-80-х годов. Характер творчества, всё содержание жизни этого человека позволяют воспринимать его как живое и яркое воплощение атмосферы эпохи, как образ целого поколения. Родился Николай Журавлёв 8 декабря 1935 года в глубине России в Ивановской области, в деревне Сверчково. Безжалостный ветер войны выдул уют и тепло из русского дома, осиротил детей, повзрослевших до срока. Вслед за Журавлёвым многие из его сверстников могли бы повторить горестные слова стихотворения, написанного поэтом уже в зрелые годы. «Детство, детство, я не помню детство, будь то бы его и не бывало, Мне война оставила в наследство вдовьи слёзы матери усталой. Я в двенадцать лет ходил за плугом, На глаза картуз отцовский сдвинув, В борозде делился хлебом с другом, Был в дому за старшего мужчину». Но ни жалобой, ни сетованием на судьбу завершается стихотворение, Твёрдой уверенностью в том, что жестокие утраты обернулись драгоценными обретениями, Что не потерянное поколение пришло на смену погибшим отцам, А мужественное и сильное, научившееся брать на себя ответственность И за собственную жизнь, и за семью, и за всю страну. Только мы о трудностях не ныли, Потому, наверное, годы эти навсегда нас крепко научили Быть за всё по-взрослому в ответе. Николай Журавлёв со всем юным уехал из родных мест И связал свою жизнь с Севером, Но он никогда не забывал, где его корни и истоки. Он приехал в Архангельск после окончания школы Поступать в мореходное училище. И хотя мечту о море воплотить не получилось, Медики обнаружили проблемы со зрением, Всё-таки к жизни флота приобщиться удалось. Его пригласили на работу в газету Северного морского пути «Арктическая звезда». И это дало возможность и ходить на судах В каботажное плавание, И попробовать свои силы в журналистике. Тяга к творчеству проявилась у Николая Журавлёва Ещё в школьные годы. Уже тогда он пробовал писать стихи, Посылал заметки в районную газету. И вот теперь серьёзный, настоящий творческий труд. Так в семнадцать лет определилась его судьба. Отслужив три года в армии, в конце 1957 года Журавлёв возвращается в Архангельск. Снова насыщенная, интересная, беспокойная газетная работа В речнике Севера и Северном комсомольце, А также собственным корреспондентом В центральной газете «Водный транспорт». Журналистская закваска осталась в нём навсегда. Лучшее, что есть в этой профессии, Возможность всегда быть в гуще событий, Снакомиться с множеством незаурядных людей, Прямым и действенным словом откликаться на происходящее, Это неизменно привлекало Николая Журавлёва, Потому что отвечало его собственному Общественному темпераменту. Он был неравнодушным человеком, Но всё чаще из-под пера молодого журналиста Выходили не репортажи и корреспонденции, А лирические стихотворения. Связав свою жизнь с Архангельском, с Поморьем, Журавлёв никогда не чувствовал себя здесь чужим. Эта земля тоже была Россией, Его родиной, а не каким-то далёким неведомым краем. Он обживал Север радостно, Полюбив его сразу и навсегда. Север, постоянная и выстраданная любовь к нему, Становится одной из главных тем его творчества. «Мой город», — говорил он об Архангельске, Воспев его, как и красавицу Двину, Во множестве ярких запоминающихся стихотворений. Северяновна. Будь-то родился я заново, В край своей юности прибыл. Здравствуй, Двина Северяновна, Здравствуй, моя неулыба. Норов как был несговорчивый, Только с годами отменней. Алостью зорь отороченной Стал сарафан твой весенний. Белый кокошник кудрявится, Сшитый рукою моряной. Как хороша ты, красавица, Наша Двина Северяновна. Рядом с тобою безбрежною Люди становятся нежными, Люди с руками грубыми, Грузчики и лесорубы. Верность твою принимая, Взаболь к тебе прикипают. Не потому ли в разлуках С небом родимого края, Думая о подругах, Мы о тебе вспоминаем. В ту пору, в конце 50-х годов, Когда происходило становление Журавлёва поэта, Очень своевременной и действенной Оказалась поддержка Владимира Мусикова, Бережно пестовавшего Всех талантливых северных авторов. Известный поэт, фронтовик Владимир Петрович Был в те годы душой Архангельского поэтического цеха. На его заинтересованность И профессиональную помощь Мог рассчитывать каждый Начинающий стихотворец. Именно Мусиков стал редактором Первой книги стихов Молодого поэта «Песни любви», Вышедшей в 1962 году. Стихотворения, которые Составили этот сборник, Светлые и радостные. Они наполнены доверием к жизни, Желанием обнять своей любовью Весь мир. В них чувствуется искренность И слышится голос эпохи. И не случайно Некоторые из них Потом вошли и в подборки Избранных произведений Журавлёва, И в последующие его сборники. Есть такой обычай У поморов Уходя, не закрывают двери Без замков живут И без запоров Потому что все Друг другу верят. В этих словах Мироощущение человека Середины двадцатого столетия Искренняя вера Возможность Братского единения людей. А вот строчки Из другого стихотворения Из первой поэтической книги Николая Журавлёва. Голубыми прохладными росами Умываются листья в саду. Я иду По земле Ломоносова, По родимому краю Иду. Это стихотворение Стало песней И сегодня Остаётся в числе Наиболее часто Исполняемых песен Северного русского Народного хора И других Творческих коллективов. В лучших стихотворениях, Вошедших в песню любви И умение поэта По-своему Неожиданно взглянуть на мир, Увидеть необычное В привычном. Вот как он описывает В зарисовке Утро на Двине Восход солнца. Утро у нас Начинается рано, Солнце всплывает На гребне волны. Кажется, Будто портальные краны Подняли солнце Из гулкой Двины. Шамиль Галимов Называл Николая Журавлёва Художником чистой души, Глубоко ранимого, Любящего сердца. Вот как он писал О творчестве Николая Журавлёва. Я думаю, Лиризм Был самой яркой чертой Его дарования. Как он запел В 1962 году Свою песню любви, Так до конца дней своих Не обрывал её, Не изменял Этой мелодии. И к каким бы жанрам Он впоследствии Не обращался, Он всюду оставался Лириком. И в очерках, И в романах, И в пьесах, Даже в сухих Отчётных докладах. Его авторское я Всегда жило Активно, Трепетно, Обнажая в себе Самое сокровенное И заветное. Поэтому и слово Николая Журавлёва Всегда было живым, Горячим. Восторженного Светлого начала В моей душе Гаданий извели, Я, как снежинка, Что с небес упала, Но всё не долетело До земли. И свой предел Заранее принимая, Я на душе Не приголублю грусть, Коль упаду На землю И растаю, То с бесконечной Вечностью Сольюсь. В 1965 году В Архангельске Выходит Вторая поэтическая Книга Николая Журавлёва Бухты желаний В 69-м Третья Солнечный дождь В 60-е годы Подборки Его стихотворения Печатают Литературная газета И Литературная Россия Журналы Север, Нева, Звезда Свыше 30 стихотворений Журавлёва Было опубликовано В коллективном Сборнике Костры Выпущенном Издательством Молодая Гвардия Поэзия Николая Журавлёва Спокойно И уверенно Входит в круг Наиболее интересных И значительных Явлений Литературы Севера В 1969 году Николая Журавлёва По рекомендации Пятого Всесоюзного Совещания Молодых писателей Принимают В члены Союза Писателей СССР В 70-е и 80-е Годы Наряду с Поэтическими Сборниками «Всё о тебе» «Светлая земля» «Эхо в снегах» Пьеса 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 для детей Тайна Ледяного дворца Которая была Поставлена В Архангельском Драмтеатре Последним Крупным Прозаическим Произведением Писателя Стала Повесть О старшеклассниках Звонкие Согласные Высоко Оценённая Критикой И тепло Встреченное Читателями В 1973 году Николай Журавлёв Был избран Руководителем Архангельской Областной Писательской Организации В ту пору Членами её Были такие Маститые Писатели И поэты Как Николай Жернаков Евгений Каковин Евгений Богданов Анатолий Лёвушкин И конечно Доверие Которое Оказали Они Своему Младшему Собрату Папиру Дорогого Стоило Это неспокойное Требующее Немалых Душевных Затрат Но такая Интересная Живая Работа Пришлась По душе Николаю Андреевичу И он Пришёлся Очень к месту Не случайно Шесть раз Переизбирали Его лидером Творческого Писательского Союза Архангельские Литераторы До 1990 Года Пока не Подкосила Его коварная Болезнь Оставался Он На своём Почётном И трудном Посту Игорь Стрежнев Известный Архангельский Книголюб Пушкинист Сотрудник Архангельской Писательской Организации В своих Воспоминаниях О Николае Журавлёве Особо Выделил Ту роль Которую Николай Николай Играл Николай Журавлёв Архангельского Севера Пожалуй Самое Прекрасное Что оставил Николай Журавлёв В нашей Памяти Это умение Организовывать И поддерживать Непринуждённую И вдохновенную Творческую Среду К нам В писательскую Организацию Спешили на огонёк Не только Литераторы Захаживали Актёры Музыканты Историки Журналисты А главное Сюда шла Молодёжь С рукописями За советом И просто Послушать Он был Обаятелен Красивая Внешность Безмерное Жизнелюбие Постоянная Приветливость И желание Помогать И просвещенность Два высших Образования Общее И литературное И большая Начитанность И знания Современного Литературного Процесса В стране Начавшуюся в конце 80-х Перестройку Ломку Государственного Строя Коммунист Журавлёв Переживал Мучительно И не переставал Писать стихи В них Напряжённые Раздумья Размышления О времени Сомнения Боль Растерянность Неприятие Многого Из того Что происходило В стране И наряду с этим Осмысление Прожитой Жизни Прощание С ней Удивительно Спокойно И мудро Звучат эти стихи Прощания Стихи Завещания И сегодня Становится Очевидно Что многое И в своей Судьбе И в судьбе Страны Николай Журавлёв Понимал Глубоко И точно Когда Среди Сплошного Одичания Где Здравый Смысл Немыслимо Понять Моя душа Выходит Из молчания И я Пою То Должен Устоять И Прошлое И Будущее Наши Зачем Ж В устремлениях Своих Мы Всё Черним Свершениях Вчерашних И громко Отрекаемся От них Земной Жизни Николаю Андреевичу Было Отпущено Всего 55 Лет Он Умер 3 сентября 1991 Года Похоронен В Архангельске На Жаровихинском Кладбище В Архангельске На доме По улице Тиме Где жил Поэт Установлена Мемориальная Доска Смотришь На даты Жизни Высеченные На надгробном Памятнике Николая Журавлёва И вспоминаешь Его Поэтические Строки На обелиске Две Конечных Цифры Тире Межними Словно Забытье Судьба Безмолвна Кто Такой Намыслил Изображать Лишь Прочерком Ее Гляжу На них И Сердце Болью Сжалось А где-то Рядом Песня Соловья Я не хочу Чтоб Прочерком Осталась Здесь На земле Судьба И Жизнь Моя До последних До последних дней Не прерываясь И не замолкая Звучала Песня Любви Николая Журавлёва Пусть Звучит Она И сейчас Послушайте Еще Несколько Стихотворений Поэта Нет Всегда Лишь Будь Будь Стрелка Кукушки Пихты Нас в ответе Думы И дела И где-то Над рекою Над Дубравой Поднимутся Доверчиво Тихи Не венчанные Критикой И славой Мои Традиционные Стихи Стихи